Всем привет, ребят! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Специально для вас готовил этот ролик, и достаточно долго его готовил, чтобы подвести, наконец-таки, итоги Башни Черный Дракон. Она в скором времени уже заканчивается, вы этот ролик смотрите 21 июня, 22 июня, по-моему, 22-го. Закрывают Башню Чидэ, и получается, когда-то выйдет обновление. Дата пока что не анонсирована, поэтому я могу только лишь сказать когда-то. А когда именно, пока без понятия. Но Башня Чидэ пропадает 22 июня, и что будет дальше, пока что непонятно. И поэтому это будет последний раз, когда я заполучу две алмазные карты. Специально именно для вот этого вот последнего раза приходилось заходить в игру и играть, хотя Башня Чидэ мне уже достаточно давно поднадоела. Я ее пройду шестой, то ли седьмой раз уже, фатально. Башню Черный Дракон обычно я пройду то ли третий, то ли какой раз. Суммарно, короче, я сыграл 10 раз и прошел эту Башню. Это более 2000 боев. Более 2000. Ну, потому что иной раз я косячил, и там сколько в сумме было, непонятно. Это пока какие итоги были у меня по Башням. А что будет по коллекции и, конечно же, экипировочке, мы узнаем в скором времени. А перед началом ролика я хотел бы вам посоветовать отличнейший сайт под названием gamegold.ru. Ссылка будет в описании. Переходите туда, нажимайте на ссылку и смотрите на самые низкие цены и самую быструю доставку на аккаунты, души, монеты и экипировку в игре Mortal Kombat Mobile. Также там можно приобрести валюту и по другим играм, поэтому переходите, ссылочка будет в описании. Ну и мы, наконец-таки, можем перейти в Башню Фатально, либо в обычную Башню Черный Дракон и заполучить персонажей. Посмотрим, каково это. Ну, конечно же, перед тем, как изучать коллекцию. И, конечно, подведем итоги в конце этого ролика, что же все-таки мне удалось заполучить за достаточно немалое количество времени. Уже два месяца, по-моему, Башня длится, если уже не все три. Я просто не помню, когда она появилась. Но если я не ошибаюсь, то очень давно. Хорош. Блин, молодец, Кану. Красавчик, ничего не скажешь. Я хочу с первого раза победить, но мне даже Кану не дает ничего сделать. Я тапаю по экрану, и мне Кану пофигу. Он просто пытается мне прожечь мозги. Да ё-моё, дай ты ударить по себе, гнида. Ну просто вообще не дал ничего сделать. Я просто стоял и тупо получал люлей. Как такое вообще возможно? Я тапаю по экрану, вообще ни одного удара не было сделано. Жесть просто-напросто. Вот эти моменты меня вот достаточно часто выбешивают. И даже вот не то, что кубик пропадает каждый раз, мне на это пофигу. Больше меня выбешивает другой момент. Хотя вот здесь вот я, скажем так, верну сейчас всё то, что у меня забрали. Давай, получай. Это нахрен зайчик, понимаешь? Босс, чёрный дракон Кана. Вот это урон. Вот это я понимаю урон. Когда женщину разозлили. Ну не меня, а Соню Блейд, конечно же. Поэтому давай, добивай. Вот так вот, отлично. Хорош. Смотрите, пытается контриться. Ничего не получится, у меня целая минута ещё в запасе. Ах ты, сволочь. Вот это да. Вот именно этого я не ожидал. Так мгновенно он это сделал. Ну окей, хорошо, добивай её. Ай, не добил. Лох. Ладно. Бывает же такое. Реакция нормального геймера. Ха, лох. Отлично. Давайте дальше двигаться. Сто процентов. Одного вынесли. Ааа, ну да. Тут же добивание. Я совсем про них забыл. Бывает же такое, когда персонажи юзать начинают. Добивание. Странная тема, конечно. Но я лишился только что персонажа. Кто такой подкать делает? Ну камон. Ну, честное слово. Почему ты не защитился? Мог бы от этого шара защититься. В разы больше толку было бы. Честное слово. Так, Кабл, тихо. Не доставай своё супер ружьё. Бах, готово. И это всё-таки победа. Мы это сделали. Сзади пятно какой-то, как портал какой-то. Вы посмотрите, туда если руку просунуть, то её не видно практически. Ладно, жёстко. Но что поделать. Так, получаем Кану. Какого он у меня? Четвёртого слияния становится. Офигеть. Кану на самом деле, алмазный качается не хуже, нежели чем тогда, когда он был золотым. Вот серьёзно. Я уже четвёртого слияния его апнул. Если бы я ещё и башню проходил обычную, чёрный дракон, достаточно часто, то мне кажется, что шансы были бы в разы больше. Но, ладно, неважно. Реже, мне кажется. Ну вот, смотрите. Во, врубился. Но он врубился тогда, когда Кану решил такой разворот сделать. Хорош. И это уже двойной разворот. И вот видите, не дают Соне Блэйд вообще ничего сделать. Они просто берут и избивают её. Ну как так можно? Вот как так можно издеваться над женщиной? Лёг. Хорош. Смена. Отлично. Хорошо, что у меня здесь спецприём второй не накоплен. А то я бы уже люлей получил бы здесь. И немало так. Так, спецприём. Ну я нажал же. Ну камон. Ой, ё-моё. Как же он тошно наносит урон-то этот. Я не знаю, как сабычем подкатить вообще к какому-либо персонажу. Мне кажется, это невозможно сделать. Но здесь я блок ставил, на самом деле. Я чуть экран не продавил, пока ставил блок. Хорош. Отличненько. И давай добивающий. 500к. 500 тысяч. Если бы я даже миллион нанёс, я бы не вынес этого персонажа. Молодец. Два удара сделал. Отлично. Тебе хватит, на самом деле. Да ёшкин кот. Появился ЧД Кабал. Да хватит, хватит, хватит. Успокойся ты, ё-моё. Да стой. Вот так вот. Подъехали. Отлично. Когда у меня уже накапливается, силушка начнётся. Так, накапливается? Да, по-моему, накапливается. Отлично. Всё, копи. Далее. Оба-на. Вызываем женщину. И наносим урон. Вот так вот. Соточка. Блин, он даже не сменился. Но он в блоке, потому что был, скорее всего, из-за этого. Так, хорош. Так, а мы тут замену делаем. И подкат. Отлично. Не вовремя я, конечно, его сделал. Но что поделать. Либо хоть какой-то подкат нанести, либо никакой не нанести. Хотя лучше бы я его не наносил. Так, 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 так. Давай. Отлично. И теперь спецприём второй. Даже в блок пойдёт. Потому что либо мне вынесут сейчас персонажа, либо я хотя бы в блок урон нанесу. Готов. Так. Нет, 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 нет. Он один раз топнул ногой. Блин, победа. Ну, 10 секунд всего лишь оставалось. Но, по-моему, я справился в разы лучше, нежели чем раньше. Так, монеты это ладно. Монеты можно убрать. Сколько? По половине у каждого персонажа я отнял. Если я так сыграю сейчас и второй раз, то третий раз это по факту добивания будут. Если у меня это получится сделать, это будет просто изящная победа. Изящная. Так, давай. Опа. Хорош. Зайчик вначале сразу же врубился. Не, ну этот не даёт вообще, зараза, что-либо сделать. Он просто-напросто юзает спецприёмы свои конченные. Ну вот как тут сыграть? Ну как? Ну, блин, сразу же выскакивает и наносит урон, который отнимает почти всё здоровье. Ну это бред полный. Блин, я не понимаю этих персов. Честное слово. Как так можно наносить урон? Не понимаю. Пятнадцать раз уже удивляюсь этим персом на самом деле. Так, хорош. Триста тысяч. Наконец-таки. Джонни в тебе проснулся. Тот самый Джонни, который должен был проснуться ещё сто лет назад. А давай, 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 давай. Вот так вот. Смотрите, я наносил урон. Он такой, да, мне пофигу. Но урон. Хорош, шарик прилетел хоть куда-то. Он уже, мне кажется, заблудился там. Блин, вот как тут нанести урон? Я думаю, что он сейчас ударять будет. Так он ударил. Нормально так ударил. Неплохо, красавчик. Готово. Давай, 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 давай. Мы сейчас выиграем. Он оглушён. Хорош. Сейчас подходи, подходи к нему. Сейчас спецприём ещё один. Отлично. Ещё раз его, может, оглушим сейчас. Давай, может, оглушён? Да, оглушён. Красавчик, красавчик. Так. Так. Давай, замораживаю. Отлично. Ещё один удар такой. Готов. Просто. На всё хорошее прилетел. Оп. Ну, здесь я знал. Здесь я знал, что такая тема будет. Но главное, то, что мы добили одного персонажа. Красавчик просто. Саб-Зиро справился, на деле. Так, надо сразу же спецприём первый. Бах, один нанесли. Ну, надежда на то, что нанесёт он 300 тысяч. Хотя это маловероятно. Вон, по 115 наносит. И ладно. Хоть что-то делает. И то хорошо. Даже вот с тем, что проседает сейчас немножко. И лагает всё. Но я вроде как наношу урон. Всё суперски. Круто. Было сделано до того момента, пока Канна решил не заюзать X-Ray. Да. А, 898 тысяч. От этого может спасти только лишь призрак. Но он решил не срабатывать. Зачем? Зачем работать призраку? Правильно. Но, самое главное, то, что одного перса мы всё-таки вынесли. И сейчас что у нас по здоровью? Да блин, ерунда на самом деле. У Тремора только мы отняли здоровье. И всё. У Канны, у Кабала сколько было, столько и осталось. Но это получается по факту последняя попытка, которую я максимум хотел бы заюзать. Потому что, ну, больше тратить попыток, это как-то стрёмно было бы. Но мне как-то кажется, что скорее всего я сейчас как раз-таки на 4 попытки выйду, как всегда. И добить мне этот отряд не получится никогда. Хорош. Так, давай-давай, добивание здесь у тебя нехило, по-моему, Соня. Вот так вот, красава. О, раскрутил, молодец. Давай-давай-давай-давай. Не вафли тут. Опа. Сразу же спецприём. Смотрите, ему ещё один можем нанести. Соточка. Ба. Но он как-то посильнее будет, посерьёзнее, нежели чем, мне кажется, Канну. Ух ты, блин. Не-не-не, тихо, не добивай только. У него этот жёсткий удар, слишком жёсткий. Блин. Ладно. Сейчас мы сразу же наносим соточку и смену. Смену, смену, смена, смена. Оп. И истощение. Готово. Так. Блин. Чё-то нанёс. Ну да ладно, это нормально. Так, давай дальше. Готово. Удар есть. Блин, сейчас бы спецприём первый накопить, и было бы всё замечательно. Да. О, глушён. Неплохо. Так, его бы заморозить, хотя зачем, спецприём второй. О, Канну добили. Блин, меня сейчас добьют. Сейчас меня добьют. Смена, смена. Я не успел. Я не успел заюзать смену. Ну, мне казалось, что я успею это сделать, но, видимо, нет. Не тут-то было. Потери персонажа, и всё. Тут призрака не сработает, и я проиграл. Ну, блин, это вообще тупость, на самом деле. Ну, камон, ну серьёзно. Это тупость. Просто призрак не работает. Сразу же юзается X-Ray. После того, как ты уничтожаешь персонажа. Как тут победить? Непонятно. Когда тебе вообще игра не помогает. Ну, снова с четырёх попыток. Аллилуйя. Классно просто. Круто. Ну, бред. Честное слово. Бред. Я не знаю. Разрабы. Сделайте как-нибудь полегче, чтобы было. Надеешься на три попытки, блин, проходишь уже восьмой, двадцать пятый. Я не знаю, в какой раз уже эту башню. А смысла особого нет. Да ё-моё, спецсмена отключена. Да мне на эту смену начекает на деле. Хотя этот, блин, ещё и блоки ставит. Вот этого я не понимаю. Да уже подпустил давно, ликвидировался и всё. И проблем бы не было. Нифига себе, у него призрак сработал. А у неё, он есть вообще? Ничего себе, я не знал. Соточка. Красиво. Ладно, женщина справилась сама. Она добила всех. Молодец. Я рад за неё, честное слово. Интересно, что мне за экипы сейчас выпадет? О, кибернетическое сердце подлеца выпало второй раз уже. Ну, неплохо, кстати. Как раз-таки Кану будет побрутальнее смотреться. И Тремор, Чёрный Дракон становится шестого слияния. Офигеть просто. Вот серьёзно. Офигеть. Здесь вообще не главные были персонажи. Главное это было то, что я бы сейчас прокачал нехило так свой скилл. С трёх попыток бы победил. Но не тут-то было. Скиллушку я свою не прокачал. Так, по поводу коллекции. Что у меня, получается, изменилось? Кану, Чёрный Дракон, за прохождением всей башни у меня стал четвёртого слияния. Я думаю, вы это помните. По поводу Тремора. Где эта собака? Ща найду её. Не помню, где он. А, вот он. Он у меня шестого слияния. И, в принципе, это неплохо. Семь раз я, получается, прошёл башню. И Чёрного Дракона, Кана, я прошёл башню в районе трёх раз. Потому что один раз он мне как алмазка выпал. Если я не ошибаюсь. Со снаряжением. Как обстоят дела? Включаем новые. И вот, смотрите. Я получил всё снаряжение. Это кибернетическое сердце. Это удача контрабандиста. Это психологическую бомбу. Каменные кулаки. Локтевые клинки подлеца. Смертельное испарение кочевника. Меч Чёрного Дракона. Бензопила Кочевника. Боксёрские перчатки Кобры. Зубы Дракона. Но есть одно маленькое но. Из редкой ни одна не прокачана до десятого слияния. Зато эпическая бензопила Кочевника, она у меня пятого слияния. Как это работает? Вообще не понимаю. Некоторым вообще это и кепа не выпадает. А мне она выпадала очень часто. И она стала у меня пятого слияния. Рандом. Рандом. Ну классный рандом. Ничего не скажешь. Вот такие вот итоги я могу подвести по башне Чёрный Дракон. По факту мы неплохо так прокачались. Мне понравилось. И я считаю то, что не считая конечно вот этих вот алмазок, которые я получил, заполучить ещё так же персонажей просто обычных алмазных. Сейчас я фильтр карт по алмазкам запущу. Вот. И сортировку по новым сделаем. Смотрите. Это и китана Дня Мёртвых, которая мне не выпала с этого набора. Она мне выпала немножко с другого набора. Кун Лао Круга Тени. Джакс Брикс Круга Тени. Эрон Блэк Охотник за Головами. Соня Блейд Холодная Война мне выпадала по-моему два раза. Куан Чи Круга Тени. Это все те персонажи. Кен Шаранин по-моему, если я не ошибаюсь. Это все те персонажи, которых я заполучил как раз таки с Башни Чёрный Дракон. Это немало персонажей, на мой взгляд. Это совсем другие алмазки. И я на них потратил по факту, ну, нисколько душ. Ну, максимум то, что я отменял фаталку все время. И тратил 100 душ, получается, за день я тратил 300 душ. 100 душ за каждую отмену. По 50 за часть отмены. Блин, в общем, я думаю, вы понимаете меня. Вот. И ежедневно по 300 душ. Но проходил я так же и Башню очень быстро. Буквально 9 дней мне требовалось на то, чтобы пройти только лишь один раз Башню Чёрный Дракон фатально. А это немного времени. И за 9 дней я получал 2 алмазки. Это клево. Да, тратились души. И потратилось немало душ. Но не 10, не 15, не 20 тысяч. А что-то в районе, ну, тысяч 6, может, 7. Не больше. Что есть очень хорошо. Все, вот такие вот итоги. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам ролик данный понравился. Вышло огромное количество роликов по этой башне. И я надеюсь, что следующее обновление нас не подведет. И оно будет только лишь круче. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok